В школьном дворе сельского поселения Молоковска сегодня много людей. Повод – открытие нового стадиона. Строительство данного объекта было проведено в короткие сроки. Ведь всего два месяца назад здесь ребята гоняли мяч на старом песчаном покрытии. Ворота были без сеток, а сейчас мы сделали очень хороший стадион. Как вам сказать, всё нормальное. Если упадёшь, то уже не больно будет. А когда он на том, там упадёшь, будет царапаешься, будет больно. Сделали сетку мягкую тоже. Будет падать не больно. Падать, бегать, подтягиваться на турниках – все эти спортивные блага доступны отныне любому желающему. Современные спортивные сооружения, где смогут заниматься физкультурой, спортом. И вообще просто полезно проводить своё свободное время и досуг не только учащейся школы, но и все жители поселения. Честь перерезать красную ленточку была у почётных гостей праздника. Вячеслава Фетисова, Олега Хромова и Ольги Алёшкиной. Праздник спорта продолжился на новеньком стадионе. Вячеслав Фетисов открыл дружеский футбольный матч. Ему было предоставлено право первого удара. Директор Молоковской школы Елена Елена отметила, что уже давно мечтала о таком спортивном объекте. Была несколько раз на открытии стадиона в городе Видно. И всегда смотрела с большой завистью на то, что у городских ребят есть такая возможность заниматься спортом на хорошем, оснащённом школьном стадионе. Единственный раз сказала на совещании, что тоже бы очень хотелось иметь такой школьный двор. И было бы здорово, чтобы мы попали в данную муниципальную программу. И вот спустя какое-то время, в конце того учебного года, 2015-2016, мне звонят из управления образования и говорят о том, что перекинулась школьная программа на сельские поселения, и мы попали в эту муниципальную программу. Я, честно говоря, по телефону крикнула «Ура!». Школьный двор – это масштабная программа, которая полным ходом реализуется в нашем районе и затрагивает все поселения. В этом году появится 7 стадионов за счёт местного бюджета и 3 стадиона за счёт инвесторов. То есть в общей сложности 10 новых стадионов по нашей муниципальной программе «Школьный двор». И для нас это большое завоевание. Если вы помните, на 1 января 2015 года у нас их было ноль. Спортивные праздники продолжаются, ведь уже скоро состоится открытие очередного школьного стадиона в Ленинском районе. Екатерина Чернышов, Евгений Петров, Видное ТВ.